10 марта 10 марта сегодня в Москве прошел грандиозный митинг. Наверное, власти не ожидали, сколько народу вышло на этот митинг. Но по оценочным данным, я даже не могу сейчас вам сказать, сколько, наверное, завтра будут нам писать, сколько на самом деле. Центр Москвы весь запружен людьми. И в основном это молодежи. Потому что кого лишают информации? Ведь митинг против закрытия интернета, запрета интернета на выход в международные сферы, в международные каналы, на закрытие вообще интернета для России. Конечно, они бы сделали свой интернет, все понятно, но не международный. А новости все идут откуда? Как раз из-за границы много новостей, где вы можете совершенно открыто, в открытых источниках найти правду, а не то, что говорят у нас в СМИ. А у нас часто, особенно то, что касается политики, говорят одно, а на самом деле происходит совершенно другое. Итак, сегодня в Москве на митинг вышло огромное количество парней и девчонок, молодых, которые за новую жизнь, не за старую, не за сталинскую с репрессиями, а за новую жизнь. Если правительство и правитель применяют жестокие репрессии, это значит, они потеряли под собой пьедестал, они перестали быть сильными, они не контролируют в стране ничего. Слабое правительство всегда применяет жестокие репрессии, потому что это последнее, что у них остается для того, чтобы хоть как-то еще удержаться у власти. Поэтому сегодня были задержаны мальчишки и девчонки с синими красивыми шарами. Это, оказывается, тоже метод борьбы с властью. Обычные надувные синие шары, здесь уже деградирующая шизофрения в полном ее открытом. Такой диагноз, такую болезнь никто не вылечит. Эта глопирующая шизофрения скачет по нашей стране. Сегодня в Москве перед началом митинга задержали 15 активистов с шариками. Помните, как Винни-Пух летал? А я тучка, 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 а вовсе не медведь. Ну, наверное, наши силовики подумали, что это синие шарики, это и есть те самые медведи вместо тучек. То есть они завуалированы, это синие шары. А на самом деле это может быть что-то другое. Вот такая сегодня глупейшая ситуация. Это говорит о том, что дрожит, дрожит власть на своем пьедестале. А пьедестал-то рушится, конечно. В Москве на проспекте Сахарова это произошло, когда задержали 15 активистов синими шарами. Причем они просто стояли и раздавали эти самые синие шары. И все. Их задержали. Как сообщает Медиазона, со ссылкой на координатора движения «Весна» Анастасию Романовскую, в ОВД Красносельский доставили 15 человек. Под данным Дождя, 7 раз задержанных состоят в либертарианской партии. Это ж так важно, наверное. Среди задержанных есть также активисты движения «Весна». По словам члена партии Михаила Светлова, полицейские заявили, что шарики – это беспилотное летающее средство, и на них требуется лицензия. Если сказать, что это абсурд, это значит ничего не сказать. Беспилотное летающее средство – синие шары. Так что, если ваш ребенок завтра выйдет погулять с надувным шариком, это будет то самое беспилотное летающее средство, за которое могут его тоже арестовать. Причем возраст теперь, я так понимаю, вообще не помеха. И далее эти самые МВДшники, силовики, сказали, что на летающее беспилотное средство нужны лицензии. То есть, для того, чтобы вы пошли с шариком, вам нужна лицензия, потому что это беспилотное летающее средство. Конечно, мы можем смеяться, но мы смеемся, знаете, над тем кошмаром, в котором мы сегодня с вами живем. Ранее сотрудники полиции отобрали у организаторов баннеры с лозунгами «И задник для сцены». Такие митинги сегодня проходили не только в Москве. Проходили в Москве, Воронеже и Хабаровске. Может быть, еще где-то. Но пока не сообщили, я вам пока тоже не могу сообщать. А 12 февраля, почему эти митинги вдруг? Потому что 12 февраля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. За принятие законопроекта проголосовали 334 депутата против 47, и никто не воздержался. Ну что вы хотите? Депутаты, их дети живут за границей. Они же понимают, что это для репрессий принимается закон. Этот закон репрессивным принимается только для репрессий. А когда начнутся репрессии, ни депутат, ни детей, никого не будет в стране. Закон принимается для вас, а они все сбегут. Они улетят на тех самых самолетах, которые не разобьются, как теперь бьются самолеты, когда какую-то персону надо взорвать. И так все практически депутаты проголосовали за принятие закона. То есть против интернета в России. Международного интернета. И напомню я вам, что законопроект об автономной работе российского сегмента интернета был внесен в Госдуму 14 декабря. Заявленная цель – обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет. Документ подготовили глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Ну и, конечно, весь интернет теперь шутит, смеется над тем, что практически МВД арестовали те самые голубые шарики. Не людей, а шарики, потому что люди сами, они вот с этими беспилотными летающими средствами, они опасны, опасны для руководителей нашего государства. То есть шарики конфисковали, потому что на них не было лицензии. Но, наверное, большего кошмара молодежь еще не видела в своей жизни. Как глубока ли кроличья нора, в которую мы падаем. А мы все падаем, а эта нора все глубже и глубже. И здесь вот эта деградация силовиков бороться против молодежи. А молодежь у нас умная, молодежь у нас энергичная. Я не беру тех, которые в провинции и в основном пьют. Нет, я беру тех умненьких парней. А их оказалось, видите, как много сегодня. И на митинге же чего боялись наши плутократы? Они боялись ведь еще и что. Дети будут выходить, школьники. Вы помните, как запугивали школьников после первых митингов Навального? Их просто запугивали. Ну а теперь не остановить. Не остановить. Ни митинги не остановить. Ни людей не остановить. Одно дело, когда пожилая часть населения сидит дома и смотрит телевизор. Это понятно. Они уже пожилые. Они уже отбегали свое. У них жизнь была другая. А вот молодежь, молодежь хочет жить. И она понимает, что их берут в кандалы. Их сковывают по рукам и ногам. Не будет интернета, не будет ничего. Не будет поездок за границу, если не будет международного интернета. Не будет друзей ваших за границей, которые могут дать вам визу и пригласить к себе. Не будет правды. Не будет обучения по интернету международному. То есть обучение в стране встанет и останется на том уровне, которое хочет наше правительство. ЕГЭ и прочее. А уже обучаться иностранным урокам вы не сможете. То, что дается в интернете. Ведь кто хочет, тот может изучать любые науки через интернет. Это все есть. И вы можете онлайн брать уроки. Есть даже очень много бесплатных уроков. Так вот это все обрезается. Обрезается наука. Полностью обрезается. Потому что не будет доступа никаким научным работам. Обрезается полностью культура. Не будет доступа к культуре. Обрезается литература. Обрезается музыка. Обрезаются кинофильмы. Все. Жизнь в стране встанет. Итак, сегодня в Москве прошел митинг, где основным событием был арест голубых-синих шариков, которые силовики назвали как беспилотное летательное средство, на которое нужна лицензия. Полиция забирала баннеры. Баннеры – это мысли, высказанные четким языком, прямо в цель. Почему забирали баннеры? Телевидение или видеосъемка, которую вы ведете, вы снимаете, там написано четким языком, что хотят люди. И вот это самое страшное. В этом случае вы все видите, что народ перестал бояться власть. И это самое страшное, что народ перестал бояться власть. А это написано на баннерах. Именно поэтому баннеры забирали.